Может ли светофор стать причиной ДТП? На юго-востоке, на перекрестке близ спецсона, аварии случаются ежедневно. Очевидцы говорят, что светофор здесь работает якобы неправильно. Кого винить в происшествиях, карагандинцы не знают. Ответ держат чиновники и дорожные полицейские. Алина Акбаева расскажет подробнее. Не знаю, что делать с машиной, кто в этом виноват. Еркина Зымукажан владелец той самой иномарки. Вместе с подругой девушка возвращалась домой из университета. На пересечении улиц Муканова и Сатабалдина автомобиль столкнулся с другой легковушкой. Причем правила дорожного движения никто из них не нарушал. Рассказывают пострадавшие. Причиной ДТП, как уверяют участники происшествия, стал светофор. Я ехала домой по улице Муканова, вот в этом направлении. И собиралась поворачивать на Сатабалдина, налево. Думая, что я права, я повернула налево, а машина, Volkswagen Passat, движущаяся с этой стороны, получается, напротив. Им горел зеленый. И он ехал прямо. И вследствие чего случилось это ДТП. Очевидцы говорят, что на этом перекрестке, близ специализированного ЦОНа, ДТП не редкость. Местные жители рассказывают, что светофор здесь якобы неисправен. По направлению главной дороги светофор работает не совсем правильно. То есть он создает проблему для водителей, тем самым заводя их в заблуждение. С одной стороны горит зеленый, с другой стороны горит красный. Я сам свидетелем стал только одной аварии, которая недавно произошла. Но здесь, получается, светофор один задерживается. То есть он работает неправильно. Я думаю, что это надо как-то починить, потому что последствия могут быть очень большие аварии. Вот час назад здесь авария была, автобус с джипом столкнул. Но это все из-за светофора все. Потому что многие не знают, что здесь зеленый, а здесь красный. Обычно светофоры говорят, что если зеленый, с обеих сторон. А если нет, значит дополнительная стрелка должна стоять. А ее нет. Вот вся проблема. Как оказалось, это новая система светофоров. Такие же установлены еще на нескольких перекрестках Караганды, на улицах Ермекова и Липецкая, Сейфулина и Женбекова. Об этом сообщили в городском отделе ЖКХ. Чиновники говорят, что светофор исправен. Светофорный объект на пересечении улицы Муканова, улицы Сатыбалдина введен в эксплуатацию в 2012 году. Схема организации дорожного движения согласована с дорожной полицией. С момента ввода в эксплуатацию по настоящее время изменения в схеме организации дорожного движения не вносились. Данный светофорный объект работает в установленном режиме. Также по информации центрального пульта управления, сбоев в работе светофорного объекта не было. Дорожные полицейские тоже уверены, что аппарат работает без сбоев. Жалоб со стороны горожан не поступало, а участники ДТП сами виноваты в аварии, пояснил главный инспектор отдела дорожной полиции Караганды. По светофорному объекту на пересечении улицы Сатыбалдина-Муканова могу пояснить, что данный светофор работает с момента строительства в нормальном цикле, никаких сбоев там нету, и водителям могу пояснить, чтобы они соблюдали правила дорожного движения и смотрели на свои светофорные объекты. Алина Акбаева, Олжас Габасов, Карат Рашитов, 1-й Карагандинский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова